Привет, друзья! Вы на канале Лонг Плей. С вами Саша, с вами Ваня и последний в этом году завершающий. Хорошо, что ты не сказал крайний. В 22-м году выпуск Лонг Плей. Ура! Та-дам! И тему мы решили сегодня взять. Такую экспериментальную, какую-то новую, но основанную на старых. Наверное, так я бы сказал. А хорошо забытым старым. Вот это правильно. Ну это такой, знаешь, один из девизов канала Лонг Плей. То, что все новое, хорошо забытое, старое. Вот мы сегодня постараемся не обойти страны новое. Ну вообще канал наш по большей части, конечно, посвящен музыке старой, но и о новой забывать не хочется. Не хочется плесневеть. Да, и в конце года принято подводить итоги. Это еще одна традиция, которую тоже хочется вспомнить и которую не хочется нарушать. В общем, сегодня мы решили вспомнить хиты уходящего года через призму старой музыки. Уточню. Далеко не все хиты, громко звучавшие в 22-м... Были в нем и созданы. Многие были созданы намного раньше. Либо под вдохновением от хитов прошлого. Надеюсь, понятно объяснили. Не уверен. Но попытаемся подвести вот такие вот итоги года. Будет интересно. Это точно. Поехали. История появления песни Clint Eastwood от Gorillaz в одном из недавних роликов на канале порадовала многих из вас. Тем временем, если вы вдруг не знали, в 2020 году виртуальная группа лидера Блори Дэймона Алберна и художника Джейма Хьюллета отметила юбилей выхода этой песни книгой. Настоящим альманахом имени себя. В который вошли комиксы, редкие рисунки, факты биографии анимированных участников, интервью с приглашенными музыкантами и внезапно кроссворды, гороскопы и даже судоку. Все в духе этих чудаков. И данная книга уже в продаже в интернет-магазине 28. У нее подарочный формат и плотная бумага. Такого размера и качества арты можно встретить лишь в оформлении винила. Также в 28 есть и целый раздел с музыкальными пластинками. От Arcade Fire и Элиса Купера до White Stripes и саундтреков к ходячим мертвецам. От лимитированного цветного винила, изданного тиражом всего в несколько сотен копий на весь мир, до нестареющих рок-хитов, которые пробьют на ностальгическую слезу даже самого матерого металлиста. И все это по удивительно приятным ценам. Притом ассортимент пластинок постоянно пополняется. Приобрести все это, конечно же, можно прямо сейчас по ссылке в описании. Наслаждайтесь. Вообще в 22 году на самом деле вышло достаточно много хорошей и интересной музыки во всех жанрах. В телеграм-канале Longplay не так давно я написал подборку своих любимых альбомов этого года. Если интересно, заходите. Альбом, который я хотел бы обсудить сначала, там есть. Это Weekend и Dawn FM. Наверное, самый первый из вышедших в этом году таких громких альбомов. Прекрасно помню, в день выхода я сам был в Нью-Йорке и на Times Square. Абсолютно все вообще вот эти вот экраны были, ну, в какой-то там один из моментов времени полностью перекрыты просто рекламой этого альбома. Сейчас, подожди, я перекрою твой рассказ про этот клевый альбом. Ребята, обязательно найдите на канале Longplay, посмотрите Санин фильм. Это роликом даже назвать сложно, потому что реально целый фильм про Нью-Йорк. Охрененный. Где-то вот год назад он вышел, наверное. Да, это был первый выпуск этого года. В общем, посмотрите, если не видели. Это прям шедевр. Я его пересматриваю. Weekend. Да, Weekend. Ну и начать хочется с него не только потому, что это первый релиз года, потому что, наверное, Weekend один из самых таких главных символов современной поп-музыки. Из тех, кто вдохновляется музыкой прошлого. Ну, я тебе так скажу про Weekend. В принципе, я вот какую бы песню я не слышу, я все равно слышу Аха. Аха? Вот просто у меня сразу все риффы и Сэм плоха в голове, вспоминаете? Ну, вполне вероятно, потому что Take On Me это такая, ну, прям определяющая эпоху песня. Если говорим в контексте Weekend, то скорее это Blinding Lights. Это предыдущий альбом. Но в этом году, возможно, я не собирался об этом говорить, я бы сказал, что в этом году один из главных хитов-то As It Was. Гарри Стайлса, и это тоже чистейшая Аха. Да, да. Чистейший Take On Me. Точнее, ты как бы будешь слушать эту песню, но ты даже на секундочку не представишь, что у них есть что-то общее, потому что это совершенно разные мелодии. Но именно так работают продюсеры и сонграйтеры с референсами. Очевидно, понятно, от какой эпохи, от какого звучания сначала отталкивались, а потом уже это переросло в совершенно новую историю. Ну, Викинг этот тренд задал, в общем-то. Я думаю, что если бы не Викинг, то и Гарри Стайлс был в этом направлении. В мейнстриме, скажем так, да. Вернемся к альбому Dawn FM. Он, конечно, не такой громкий, как предыдущие After Hours. Но намного более интересный, концептуальный, закрученный, завороченный в такую обертку, я бы сказал, альбом. Называется он Dawn FM, то есть Рассвет FM. И весь альбом из себя представляет эфир радиостанции, которая везет душу в преисподнюю. То есть песня этого альбома – это момент от смерти до попадания в мир иной, скажем так. Какой-то почистилищ. На этом протяжении звучат песни альбома Dawn FM. Отчасти театрализованное представление, где есть свой радио-диджей, тем временем радиоведущий, точнее, это Джим Керри, который читает подводки во многих треках. И, конечно же, все звучание альбома Dawn FM – это чистейшие 80-е. С первого прослушивания создается такое конкретное ощущение, что главный такой референс – это Майкл Джексон, конечно же. Ну, а я бы сказал, что так звучала вся музыка начала 80-х. И да, Майкл Джексон задавал тренд. И да, Майкл Джексон – это такая, скажем, ну, не знаю, ролевая модель, конечно, для такого персонажа, как Уикинг. Но если покопаться, там можно найти намного больше интересных отсылок, референсов и так далее. Главный, наверное, хит этого альбома – Take My Breath. Вообще фраза – Take My Breath. Очень фраза из 80-х. Я долго сидел, пытался понять, из какой-то песни – это же Take My Breath Away, конечно же, группа Берлин. Один из тоже таких символов 80-х. И на таких мелочах и строится вся музыка. К слову Take My Breath Away написал, кстати, Джорджо Мородер. И к нему мы, возможно, сегодня еще вернемся. Все современные поп-звезды, они так или иначе отсылаются к легендам диско, пост-диско и так далее. Так вот, к легендам диско. Если вы часто думали, что же вам может напоминать песню Take My Breath, то это Сирон. Он же Сирон по-английски называется, или Чирони иногда. На итальянский манер, но все-таки он француз. Поэтому Марка мы назовем скорее Сирон, но везде его, правда, называют по-разному. Но это легенда диско, и не только музыки. Самый барабанщик, главный такой синтезаторный хит Super Nature. И тут настал тот момент, когда на канале Long Play мы прям углубились, потому что кавера обсуждали, сэмплы обсуждали. А это референс. Хомаж. Это то, что не на поверхности, то, за что не будут платить авторские отчисления. Хотя, как мы можем вспомнить на примере Марвина Геев, все может быть, зависит от ауточности правообладателей. Но иногда такие референсы даже намного интереснее исследовать, чем каверы. Заранее предупрежу, что это как раз-таки предмет исследования. Мы не пытаемся никогда какую-то сенсацию из этого сотворить, сказать, ого, послышалось, плагиат. Ни в коем случае так устроена музыка. Об этом очень часто рассказываем на канале Long Play. Так вот, Take My Breath. Это нигде не указано в качестве сэмпла, но, по-моему, абсолютно очевидный референс в виде Super Nature. Но есть, конечно же, на альбоме Don't Know Femme сэмплы. Вы сосредоточьтесь на двух для меня самых интересных. Первая – это песня Sacrifice. Песня спродюсированная, написанная тоже Максом Мартином и Swedish House Mafia и еще кем-то. В общем, много там у него очень сунграйтеров-продюсеров. Там взят сэмпл у Алиши Майерс. Подсматриваю, потому что только готовясь к этому выпуску, узнал такой певицы. Это уже сэмпл. Это заимствование абсолютно легальное, законное. Авторы получают свое отчисление. Все по правилам. И песня, кстати, классная, хитовая. Но мой любимый пример из этого альбома – это песня Out of Time. По-моему, прям такой микс вообще из 80-х. Да, но вот это... Что напоминает первое аркеджио? Вот, вот первое аркеджио. Да, оно. Джош Майкл. Близко. Это Симпли Рэд. Сан-райс. Симпли Рэд. На Симпли Рэд песня основана на сэмпли. Ага. Холон Олдс. Да, и по-моему, когда ты к этому говорили об этом... Да, возможно, мы обсуждали эту песню. Точно. Но вот он у меня прям... Но это нет. Как бы... Нет? Нет, точнее, это да. Похоже. У меня тоже первая мысль была, что они начали с Whole Notes. Но это слишком маленькое заимствование. Это такая стилистическая черта 80-х. Чисто. И дальше идет что-то очень Майкла Джексон тоже подобное. Вот медляки из альбома Триллер, Квинси Джонс и Все дела. И я начал рыться, откуда же это звучание. И выясняется. Я уже давно заметил такой тренд у американских продюсеров. Это конкретный сэмпл из японской поп-музыки 80-х. Нежданно. Короче, это певец по имени Томоко Аран. И это, по-моему, идеальный рецепт, как достичь звучания конкретной эпохи, не используя музыку главных звезд той эпохи напрямую. По сути, Whole Notes это 81-й, триллер это 82-й. Что сделала японская певица? Она все это послушала и выдала такую песню. Далеко не первый раз я замечаю, что сейчас, ну как сейчас, последние 3-4 года есть сильный тренд на раскопки японской музыки 70-х и 80-х. Сейчас приведу пример. Может быть, не сильно большой хит. Мне просто очень нравится эта песня. Вдруг вы знаете, Женевье в Baby Powder. Такую немножко уже личную задротскую инфу вкинул. Рекомендую эту песню. И первоисточник тоже, японский сэмпл. В общем, очень интересная и далеко не всеми исследованная ниша японская поп-музыка прошлых десятилетий. Очень рекомендую туда копнуть, что, собственно, до моих рекомендаций сделали продюсеры этого альбома. Дальше не будем вкопаться. Вот такой маленький анализ альбома 2022 года Dawn FM, который основан на, конечно же, старой музыке. А мы тем временем медленно сворачиваем в сторону рубрики «Не сразу оценили». И хочется поговорить немножко о стриминговых сервисах и об их продукции. Говорим, стриминговые сервисы подразумеваем Netflix. А, не музыкальных. Да. А в последнее время для многих прям целым культом и вселенной стал сериал «Очень странные дела». И для меня, в том числе, я тебе хочу сказать, я человек, который вообще практически не смотрит сериалы. Я не люблю фэнтези, ну не фэнтези, не знаю, сай-фай, там монстров, все эти дела. Еще и там дети в главных ролях. В общем, там все мимо меня. Но это один из вообще лучших сериалов на Земле по многим фронтам. Мы, естественно, не будем пересказывать на сюжет, ничего подобного, не спойлерить. Но важно в контексте нашей сегодняшней темы то, что действия происходят в 80-е годы, те же 80-е. И, соответственно, вся визуальная и звуковая эстетика тоже выстроена вокруг 80-х. Ну и понятно, что без музыки 80-х в сериале, конечно, тоже не обойдется. На ней там очень много замешано, от нее реально очень много зависит. Она создает там прямо основу, такой базис восприятия. Четвертый сезон, да? Четыре сезона. В этом году вышло, четыре сезона. Ну и, естественно, он у молодого подрастающего поколения пробудил интерес к 80-м. А у нашего поколения, которое в 80-е, в общем-то, росло и формировалось. Спасибо большое. Ну, так вот. Саня еще не формировался, а я уже формировался. Вызвало чувство глубокой ностальгии и желание к той музыке возвращаться. Ну и опять же, все-таки Новый год, куда же без ностальгии? Вот сейчас об этой ностальгии поговорим подробнее. Давай, Кейт Буш, твоя главная героиня. Да, моей главной героиней будет Кейт Буш и песня Running Up That Hill. Когда уже выяснилось, что эта песня стала вообще чарт-топпером, я еще не смотрел на тот момент четвертый сезон. Но действительно, потом глянул и понял, почему. Потому что это такая центровая вообще в сюжете сезона песни. Она там звучит не один и не два раза. И через нее проходят такие несколько ключевых моментов, и она там так в тему, ну просто режиссеры, не знаю, как-то идеально подобрали трек. А это знаешь что? Это не режиссеры подобрали. А, серьезно? Да. Я не знаю, насколько правдива эта история, но в нескольких источниках об этом читал. Потому что эту песню режиссерам подсказала актриса Вайнона Райдер. Почему? Потому что она фанатка Кейт Буш. Причем с долгим очень стажем. Чуть ли не с 80-х. Вот, собственно, там. Она приходила на съемочную площадку в мерче Кейт Буш. То, чтобы напоминать режиссерам, что вот надо использовать эту музыку. И она действительно уговаривала, она показала эту песню. Причем, благодарить стоит Вайнон Райдер за то, что эта песня была использована в фильме. И, собственно, Кейт Буш должна благодарить Вайнон Райдер и не только режиссеров за то, что песня стала одним из главных хитов 2022 года. Вернулась в чарт и поставила рекорд. Ни одна песня в мире так долго не шла до первого места в чарте. Если я правильно понимаю речи о каком. Да, 37 лет. Не, на самом деле Running Up That Hill это достаточно большой хит был в 80-х. И многие вообще знают кавер-версию Plasibo, я уверен. Из начала нулевых. Но номер М1 эта песня не была. Да. До 2022 года. В этом сериале очень много музыки 80-х. Полно. И не только 80-х, абсолютно всякая разница. Он пронизан весь. И есть там сцена в четвертом сезоне, когда играется хит Металлики Master of Puppets. Который вроде бы даже для фильма переделывал сын Роберта Трухильо. Я читал про эту штуку. Там для того, чтобы адаптировать под сериал позвали Кирка, позвали Роба и позвали сына еще. Ну точнее скорее Роб позвал своего сына, чтобы он поучаствовал. Потому что они все фанаты этого сериала прям с самой первой серии. Я видел интервью, где Хэтфолт это говорит. И реально это было видно, что для всех короче участников Металлика это не просто пиар-ход. Это прям коллаборация такая очень в кайф была. Так вот я прочитал с удивлением, что Master of Puppets когда вышла, какой-то был 86-й 86-й год. По сравнению с тем, как в чартах она себя почувствовала в 2022-м. То есть сериал бустанул настолько казалось бы Master of Puppets просто мы выросли с Металлика. То есть для нас мне кажется, очевидно типа ну блин ну как формирующих жанр вообще песен. Ну как вообще это же просто позвоночник жанра ты правильно сказал. Так вышло, что в 2022-й год сделал Master of Puppets не сделал а открыл для совершенно ну это для нас реально очевидно. Вот я думаю, что такое открыл для молодой аудитории. Ну как они могут не знать Master of Puppets? А могут не знать. Люди живут у более молодых людей совершенно другие герои и совершенно другие песни. Поэтому да, я рад, что ты затронул именно эту тему, потому что то, как сейчас сериалы как-то сказать ревайвл дарят вторую жизнь старым песням это не просто интересно, это ну такой культурный вообще феномен да, явление последних лет. Это явление. Есть на YouTube забавное видео, где актер, который играет этого героя, который играет Master of Puppets, который построил Джек, приходит к ним там на бэкстейдж, они общаются и джеймят вместе, играет Master of Puppets. И вообще сложно, наверное, в тему сериалов не вспомнить просто дикий бум последнего месяца из сериала Wednesday, который я не смотрел. Ну танец все видели. Ну танец все видели и от всех я даже не знаю вставлять это или не вставлять, потому что меня уже воротят если честно от этой музыки. Когда я говорю от этой музыки, я имею в виду песню Владимири Леди Гаги, тоже уже давным-давно забытую песню какого-то 11-го или какого года, которая, понимаешь, в сериале даже не звучала. Именно этот танец под эту песню завирусился в ТикТоке. В сериале звучала совершенно другая песня. И тут мы должны были бы плавно перейти вообще к главному акселератору старых песен социальной сети ТикТок. Но не перейдем, потому что это просто необъятнейшая тема, которую можно не то что часами, днями и годами конечно изучать. Поэтому, дорогие, кто из вас хорошо разбирается, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие старые песни очень сильно завирусились в этом году в ТикТоке. Каким старым песням ТикТок дал вторую жизнь? А потом, если не смотрели наши ролики на тему песен, которые не сразу стали хитами, посмотрите. Сегодня между Рождеством, Новым Годом и Рождеством конечно мы не можем в рамках этой темы не вспомнить, вспомнив уже кино как один из главных драйверов движения к успеху, не можем не вспомнить вообще жанр рождественских песен. Которые с каждым годом становятся все большими и большими хитами. Да, вот об этом хотим рассказать. Это действительно похоже на какую-то все более и более увеличивающую спираль. То есть, если ты попадаешь в лигу авторов популярных рождественских хитов, ты в принципе можешь расслабляться. На всю жизнь. На всю жизнь, да. С какой же песней была история в этом году? Я прям очень посмеялся. По-моему, All I Want For Christmas Is You. В данную минуту, прошу прощения, что перебил, номер один Чарта Билборд. Номер один, песня 94-го года. По-моему, какая-то пара из Великобритании начала фандрейзинг, чтобы... Last Christmas. А, Last Christmas. Last Christmas, да. В общем, пара из Великобритании начала собирать деньги на то, чтобы выкупить права на песню Last Christmas Джорджа Майкла, и чтобы ее больше никто никогда не слышал. Выкупить права, чтобы запретить использование этой песни. В общем, у них пока не очень дела идут. Подожди, маленький спойлер. Если вдруг вы до этого дня продержались в Магеддон, сейчас будет отрывок этой песни. Мы заботимся о каждом из вас. Или ты не знаешь, что такое в Магеддон? Да нет. Это из игры какой-то? Ну да, это челлендж ежегодный, когда есть задача у человека не услышать до определенного момента эту песню. И кто дольше продержал, тот выиграл. Кто нет, попал в Вамхалу. В общем, это британские пары, дела пока идут не очень, там немного денежек еще собрали, но вот если эта песня так же раздражает вас, как их, можете попробовать поучаствовать. С, собственно, этой песней тоже есть интересный факт, вот тоже буквально только что вспомнил. Я не помню, рассказывали мы его в прошлом году или нет, но это тоже песня, которая, собственно, рекорд которой побила песня Running Up That Hill. Она 37 лет ждала своего звездного часа до номера 1. А, кстати, Last Christmas номер 1 стал буквально в прошлом, 21 году, 21 год назад, 36 лет. А, Running Up That Hill 37. 37. Да, да, то есть это еще один такой рекорд, представляете, Last Christmas песня, которая просто уже вот, ну, людей заставляет идти на отчаянные вещи, чтобы прям запретить ее, только в прошлом году достигла первого места в хит-парадах. Last Christmas I gave you my heart А в этом году очень интересная история произошла, ну, как очень интересная, вы же знаете, какая история, такая же произошла с песней Holy Jolly Christmas. Это тоже один из таких рождественских бэнкеров, которые просто, извините. Никакого праздника, никакой сказки. Не, не, ну, в смысле, в смысле, я просто, я на радио работал, и мы каждое Рождество две недели. Есть, все-таки ты стараешься. Две недели мы крутили эти песни, они просто, ну, я много лет на радио работал, поэтому уже просто... А ты на радио работал? Я на радио работал, да, и, в общем, несколько раз в день... А понимаете, что, ну, набор этих песен достаточно ограничен, именно хитов, да, их-то на самом деле не супер много, которых, вот, прям, большинство знает. И поэтому ты по несколько раз в день должен был расставлять одну и ту же песню. В общем, Holy Jolly Christmas была одной из этих песен, она хорошая, классная, профдеформация просто. Она впервые вышла в 64-м году, Брол Айвз ее записал, такой был певец и актер американский. Вот она вошла в билборд в декабре 22-го года, три недели назад. Можете представить? В десятку. В десятку, да. Ну, это действительно забавный феномен, потому что это не только к этому году относится, с каждым годом рождественские песни крутят все больше и больше. Не так, как это было лет даже 10 назад. Сейчас просто эфир этим наполнен, это то, что нужно всем. И тут мы снова вернемся к музыке, действительно написанной в 22-м. И я не могу в завершающем этот год выпуске не отметить любимый мой альбом этого года, это Бейонаса. Сейчас все-таки опять на своей попсе. Ну, ну, ну да, поп-альбом стал лучшим для меня в этом году и в этом нет ничего удивительного и плохого, потому что он мне очень понравился. Вот так я умею аргументировать. Я упоминал этот альбом в одном из недавних выпусков, посвященных звук 90-х, если вдруг не посмотрели, прям обязательно посмотрите, по-моему, получился один из самых вообще интересных. Этот выпуск я посмотрел. Как минимум в этом году. Спасибо, Иван, очень приятно. И, конечно же, вспоминаю этот альбом не только потому, что он мне очень понравился, а потому, что весь он целиком и полностью основан на танцевальной клубной музыке прошлого. Та самая Break My Soul, которую я упоминал в выпуске про тот самый заветный синтезатор. Это конкретный омаж на танцевальный хаус-музыку начала 90-х. Это и Мадонна Вог, те же самые Nightcrawlers, это и Robin S Show Me Love. И в кредитах этой песни есть авторы песни Show Me Love. Причем, я понятия не имею, почему, потому что концепция одна, партии совершенно разные. возможно, это просто такая дань уважения, но я, будучи автором, не подавал бы в суд на такую, но забавно. В общем, авторы Show Me Love в кредитах песни Beyonce Break My Soul. И есть на этом альбоме еще один большой, наверное, главный хит. это Cuff It. Такая диско-фанк песня в стиле 70-х или в стиле последнего альбома Daft Punk, как могло бы сказать, возможно, более молодое поколение. И в стиле группы Chic, как могло сказать, более старое поколение, старшее поколение, прошу прощения. Но все эти люди будут правы, потому что что объединяет эти три песни, три эпохи Найл Роджерс. Продюсер, которому, наверное, пора уже посвятить отдельный выпуск на канале Longplay. Лидер группы Chic, соавтор песни Get Lucky, тот самый дедуля, который в клипе играет на гитаре. Он же соавтор и гитарист на песне Cuff It. Думаю, тоже это абсолютно осознанный такой трибьют от Бейонсе, привлечение его для такой песни. Не обошлось там же и без вышеупомянутого Джорджа Мородера. Есть там песня Summer Renaissance и основной хук, конечно же, из Дона Summer I Feel Love. Моя любимая песня под названием Cozy. Тоже построена на сэмпле из очень интересной песни 90-х. Не вспомню сейчас кто. В общем, просто обожаю рыться в этих первоисточниках, смотреть, как на основе старой музыки делают новую. сказал я и подумал, а будто подписчики канала Longplay об этом не догадывались за все время. Но мой любимый пример. Я тебе сейчас включу песню, называется она Alien Superstar. И ты мне скажешь, кто записан в кредитах этой песни как соавтор. Тест тебе будет. Ну и не просто указано, соответственно, получает немалые авторские отчисления. А может быть этот right set I'm so sexy for my right set fret. Как можно было написать такой суперстемный хит и ободрать на миллионы долларов Beyonce? Taylor Swift, если я не ошибаюсь, look what you made me do. Да. Представляете, за все эти песни Right set Fred получают баснословные авторские и, наверное, еще несколько наберется. И что-то мне подсказывает, что на этом, на этой прекрасной ноте нужно заканчивать итоги этого года. Странать салат будем. Абсолютно импровизированное завершение этого выпуска, я считаю, как никогда удачно завершение этого года. Я искренне надеюсь, дорогие друзья, что год следующий у каждого из нас будет намного лучше, чем предыдущий. Что отметить следующий Новый год каждый из вас сможет именно там, где захочет этого сам. А главное, живым, здоровым, в целости, в сохранности и, конечно же, с родными и близкими рядом. Огромное вам, друзья, спасибо, что были с нами. Возможно, присоединились к нам только в этом году. Возможно, вы с нами уже почти три года. Именно благодаря вам, вашим комментариям, вашим реакциям, вашей активности, вашей обратной связи и не только. Мы продолжаем все это делать и будем продолжать, пока есть на это силы. А сил еще было? Конечно, куда же без них. Большое вам спасибо, друзья, еще раз. Не забудьте подписаться на канал, чтобы увидеться в следующем году. Большое спасибо вам, Иван. Спасибо вам, Александр. Что мы как начали этот год вместе, так и закончили в одном кадре. Всего вам самого хорошего, дорогие друзья. С Новым годом! С Новым годом!